Друзья, всем привет! Сегодня у нас на тесте автомобиль Volkswagen Jetta шестого поколения. Мы вместе с вами проведем обзор и посмотрим, стоит ли его покупать. Начинаем мы тест сразу же с лежащих полицейских. Давайте вот сейчас. Раз. Оп. В принципе, проходит очень даже мягко, я бы сказал. Если сравнивать опять с конкурентами, это Honda Civic и Toyota Corolla, то скорее всего, лучше всего пройдет этот тест с лежащим полицейским, это Honda Civic. Почему-то у нее подвеска мягче всего. Также из того, что я вижу сразу, это дешевый пластик. Вы сами это видите. В принципе, все уже об этом давно сто раз говорили. Ребята из компании Megamotors помогают выбрать и привезти автомобили США по очень выгодным ценам. Также, если вы скажете, что от меня, вас ждет приятный бонус. Ссылку на компанию Megamotors я скину в описании под это видео. Погнали тестировать автомобиль. Итак, друзья, вопрос, который нас всех интересует, почему Volkswagen Jetta 6-го поколения стал народным автомобилем. И я вам отвечу. Первое, это цена-качество. Соотношение цены-качество действительно здесь просто изумительное, я бы сказал бы даже. Вспомните 2005-2010 год. Какой тогда был на то время автомобиль года? Народный автомобиль. Какой был? Deo Lanos, правильно? Только Deo Lanos. Конкурентов Deo Lanos тогда не было вообще. На сегодняшний день уже Deo Lanos отошел, слава богу, в прошлое. И появился такой автомобиль, как Volkswagen Jetta 6-го поколения из США. Действительно, стоимость этого автомобиля начинается от 8000 долларов сейчас. И, в принципе, по стоимости, по качеству, это единственный бестселлер, который есть на украинском рынке сегодня. Итак, друзья, задний ряд сидений. Плюсы-минусы. Жесткий пластик очень везде вижу. Как видите, салон наш на тряпке. И что мне очень не нравится, то, что нету подлокотника. В Toyota Corolla и в Honda Civic есть подлокотник. Это прямые конкуренты, повторяю еще раз. Кто не знает. В принципе, так, погнали дальше, тестить. Что по двигателям. В данном экземпляре 1.4 Turbo предоставлены. Есть еще меньший двигатель 1.2 Turbo. Это на китайский рынок он идет, поэтому у нас его встретить очень трудно. Также бывают 1.6, 1.8, 2.0 и 2.5 двигатель. Из всех двигателей я рекомендую только один двигатель. Это 2.5 атмосферный. С одной стороны, он очень маломощный и очень медленный. Но с другой стороны, он очень ресурсный. Очень легко ставится газ четвертого поколения, если вас интересуют под такси, под Uber, например. Так что, погнали. Коробки передач бывают как механика, так и автомат. В нашем случае, это гидротрансформатор 6-ступенчатый. Это американская коробка. Очень надежная, без всяких претензий. Я читал много отзывов. Что по отзывам также еще интересного? Все жалуются это на шумоизоляцию и клиренс. Клиренс, реальный клиренс этого автомобиля 13-14 сантиметров. Опять же, повторяю, это реальный клиренс. Это не тот, что написали производители. Это разное немножко. Не путайте, ребята. Так, сейчас вместе с вами будем провести шумоизоляцию. Сейчас у нас скорость 40 км в час. Давайте педаль в пол. 120. Судите сами, шумоизоляция есть или нет. Двигатель слышно, но в принципе, зашумлен он неплохо. Я ожидал худшего. Напоминаю, что это 1.4 турбированный. Что касается комплектации, то у нас средняя комплектация. У нас есть монитор неплохой. В принципе, салон на тряпке. Есть в Volkswagen Jetta 6-го поколения и кожа, эко-кожа, если быть точным. Но это в версиях максимальных, это GLI. Это спортивные версии, я видел. Но там и ценник сразу же на тысячи, четыре, пять дороже, чем простая версия. Поэтому, если смысл покупать его, решайте сами. Очень часто автомобильные эксперты рассказывают, какой объем багажника в литрах. Но, честно говоря, я вообще ничего не понимаю и специально не смотрел литраж багажника в литрах. Вот, предположим, что есть семья. Мама, папа и ребенок. Три чемодана. Влезут ли они сюда? Давайте вместе проверим. Так, начнем с большого. Все четко. Можем ехать. Перед Volkswagen Jetta я покатался специально на Toyota Corolla. Чтобы сравнить их и понять изнутри, как они вообще в ходу, на ходу себя ведут. И скажу вам честно, что Corolla, она более расхлябистая. Сейчас подъезжаем к лежачим полицейским, проверим, как машина себя ведет на лежачих полицейских. Тут их четыре штуки, если не ошибаюсь. Так. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Ну, в принципе, было мягко. Скажу вам честно, по ощущениям, не знаю, как по звуку вам. Но было действительно мягко, и я не ощутил какого-то дискомфорта. В принципе, адекватно. За эти деньги. Давайте обсудим плюсы. Первое. Это стоимость этого автомобиля. Стоимость от 8000 долларов. Это очень приятно, я считаю. И адекватная цена за него. Второе. Дизайн. Третье. Надежность. Как бы это, кто бы не говорил, что про Volkswagen, про коробки передач. Здесь не DSG, здесь гидротрансформатор. Поэтому она надежная, шестиступенчатая. И проблем не должно возникать у вас. Главное, меняйте вовремя масло. Первое, что мне очень не нравится, то, что на заднем стене нету подлокотника. И, в принципе, на переднем тоже. Он есть, но он очень низкий, поэтому неудобный. И он не поднимается, как в других Volkswagen. Я знаю, модели, они немножко приподнимаются. Второе. Это двигатель. Сейчас мы идем на 1.4. Скажу честно, он очень специфический. С одной стороны, он подрывает, и он мощный. Несмотря на его малый объем, он мощный. Действительно. И он может дать фору многим автомобилям. Там, с двигателем даже 1.8 атмосферными. Но! Нажимаю я педаль легонько, и он вообще не едет. Нажимаю чуть сильнее, и он рвет. То есть, нет такого среднего какого-то режима. Постоянно в каком-то таком, знаете, стрессе. В постоянном подрыве. То есть, это на любителя. Друзья! Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Дальше будет больше интересного. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok